Всем добрый день! Меня зовут Наталья Невзорова. Сейчас мы находимся в офисе Арифлейм в городе Котлас на Луночарского, 10. И сейчас я хочу ответить на один вопрос, который очень часто задают нам клиенты. Это вопрос о том, а вообще, что такое дисконтная карта Арифлейм. Вот у меня в руках здесь находятся дисконтные карты наших крупных магазинов. Центральный, Адмирал, Лазурь, Эффект, Омега, Камтел и Абсолют. Во всех этих магазинах когда-то я приобретала продукцию. Ну и до сих пор сейчас приобретаю. Почему? Потому что у меня есть дисконтная карта. Но какую скидку дают эти магазины? Предположим, магазин Адмирал, карта дисконтная у них стоит 200 рублей. Я за эту сумму ее покупала. Скидку дают только 2%. Магазин Центральный. Карта дается при определенной покупке. Видите, она у меня уже старенькая. И скидочка тоже, по-моему, 2%. Значит, в магазине Лазурь я даже не знаю, какая скидка, потому что здесь ничего не написано. И так далее. То есть, одна из больших скидок у меня в магазине Эффект. Вот 5% вы видите здесь нарисовано. А все остальное – это очень-очень маленькие скидки. Примерно 2%. Арифлейм – это точно такой же магазин, магазин косметики. Только он находится не стационарно в каком-то здании. А косметика здесь продается посредством прямых продаж. Что это значит? То есть, есть компания, которая производит продукты. Это компания Арифлейм. Компания – это шведская. И офис у них находится в Стокгольме. И эта компания имеет сеть складов. То есть, у нас в России 13 филиалов, которые продают косметику этой фирмы. Соответственно, те, кто приобретает косметику по ценам каталога у консультантов, они не имеют никакой скидки, кроме той, которая пишется в каталоге. Вот приведу вам пример. Предлагаются туалетные воды. Туалетные воды предлагаются вот по такой цене. То есть, компания для своих клиентов, которая покупает продукцию по каталогам у консультантов, она предлагает вот такую стоимость продукта. Вместо 1060 рублей туалетная вода в этом каталоге будет стоить 699 рублей. Но, если вы оформляете дисконтную карту Арифлейм, а выглядит она вот таким образом, ваши данные заносятся в компьютер, то есть, в базу данных компании Арифлейм. Эти данные являются конфиденциальными. Информации никуда больше она не распространяется, потому что я уже 10 лет работаю в компании. И я это с точностью и уверенностью вам могу сказать. И вам присваивается уникальный номер. Значит, на этой карте пишется ваш уникальный номер. Пишется ваш пароль доступа на персональную страницу на официальном сайте компании. И вы сразу получаете скидку минус 18% вот от этой цены, которая уже написана в каталоге. Получается, что если вы оформили дисконтную карту Арифлейм, то продукцию приобретать стало еще выгоднее. То есть, скидка более глубокая. И, соответственно, вы экономите. А если вы экономите, для своей семьи вы зарабатываете. Так как сэкономленные деньги можно потратить на продукты питания. Можно потратить на какие-то любые другие вещи. Представьте, сколько продукции мы используем косметических фирм. Вот где вы покупаете эту продукцию? Задумайтесь сейчас. Я до знакомства с компанией Арифлейм, до того, как я увидела каталог, я покупала точно так же продукцию, как и вы. В большинстве я покупала ее в магазинах. То есть, я приходила в магазины бытовой химии или косметические, покупала продукты, но никогда мне там не предлагали скидку. Тем более, такую большую 18%. А если мы посмотрим по стоимости продукты, которые продаются в наших каталогах, например, продукты ежедневного спроса, это шампуни. И вот давайте сейчас посмотрим на этой страничке. Вот шампуни для окрашенных волос идут. Вот, например, я пользуюсь этой серией. Они стоят 149 рублей. Это, в принципе, точно такая же цена, как цена у шампуни в магазине. Хорошего качества шампуней стоит вот столько. Но, когда вы оформляете дисконтную карту в компании Арифлейм, вам компания сразу дает скидку 18%. А в магазине вам такую скидку уже не дадут. Получается, покупать продукты ежедневного спроса выгоднее в каталоге Арифлейм. То же самое я вам могу сказать и о мыле, и о гелиях для душа, и о средствах ежедневных генов, таких как зубная паста или для мужчин, например, пена для бритья.